привет всем дайте пожалуйста знать как видно как слышно привет привет слышно меня это я параллельно аха да теперь я сама уже понимаю что все видно слышно пока у меня компьютер тоже подсоединился привет всем господи как вас много сейчас буду позориться привет давайте о супер спасибо музычку слышно а вот так а меня давайте посидим послушаем музыку так ну все будем тогда потихоньку начинать привет привет супер сейчас я поняла что мне нужен стакан так ну что всем привет меня меня зовут надя шумова что там позориться но пока нечего да музыку слышно меня слышно все зашибись значит меня зовут надя шумова мой ник на реле карт я очень благодарна лисом макс гудзом за то что они меня а музыки нет боже мой ну ладно главное я ее слышу а так очень благодарна что они меня позвали провести этот эфир просто порисовать прямом эфире могу сказать что у меня это первый такой опыт именно рисования в прямом эфире конечно страшно страшно оплошать сразу у всех на глазах но будем надеяться что как-то обойдется вот да они не понимают как заблочить да мне кажется обычно амур лыкает спасибо танюшечка так ну все давайте все без этих всех лишних дел значит сразу признаюсь любви макс году и не потому что не потому что меня пригласили а потому что действительно так и мой первый скетчбук это был действительно скетчбук макс гудз вот он вообще исторический и я их купил его купила непосредственно у ребят и они мне оставили вот такое напутствие видите все все живое все настоящее вот и я его вела начиная с 11 марта 18 года вот представьте как это далеко было это было целлюлоза не помню как он называется говорить буклой кстати да понимаете небольшая заготовочка вот то есть все чесноком чесноком отпахал вот так же у меня есть их маркерный скетчбук он заполнен значительно менее активно тоже между прочим с напутствием ну потому что получилось так что когда я покупала этот скетчбук я думала что рисую маркерами а потом почему-то получилось что я рисую акварелью и в общем то все пошло прахом но я не теряю надежды когда-нибудь его закончить вот затем у меня есть скетчбук гармошка тоже видите фирменная обложечка которая давно хотела попробовать купила ее тоже у ребят попробовала и поняла что это все-таки очень сложная история в плане ведения композиции а главное в плане рисования в полях то есть наверно когда ты сидишь дома ты можешь подстраивать эти композиционные переходы вот когда ты рисуешь где-то это не так легко почему-то мне казалось что тут тоже есть напутствие но я видимо а нет не казалось вот видите такая у меня традиция вот значит без обмана как видите все и наконец у меня есть как раз акварель бук большого формата тоже когда-то давно еще купила без напутствия его я вела восемнадцатом тоже году достаточно давно здесь тоже целлюлозная бумага но в какой-то момент я поняла что все-таки целлюлоза это не то что уже шаг назад но в общем отведав однажды хлопок уже трудно вернуться к целлюлозе практически невозможно вот ну и наконец пятый скетчбук уже наверное кому-то знаком кто на меня подписан этот скетчбук я вела этим летом и недавно делала его обзор в прямом эфире здесь у нас уже хлопковая бумага но бумага который я так понимаю уже не используется ребятами к сожалению вот и наконец 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 мы приступаем к тому чтобы совершить первый рисунок в акварель буклайт здесь уже идет хлопковая бумага китайская бахонг все уже ее попробовали кроме меня вот наконец мой наверное надеюсь звездный час так что вы мне пишите ничего мне не пишите ну и хорошо наверное сейчас проверим сейчас проверим что происходит обсудили музыку вот в общем буду пробовать прямо при вас надеюсь что никаких катастроф не произойдет вот пишем привет так ну все поехали хватит оттягивать этот страшный момент рисовать мы сегодня будем как я уже 150 раз везде по моему написала успела наверное всем надо есть вот такую картинку я даже ее распечатала моя фотография это как выяснился собняк даже такая главное вчера выяснила кого и забыла какая-то очень простая фамилия из четырех букв ой а тут еще наклеечка вообще я поняла что у меня уже куча наклеек макс гуда всех возможных редакций с обводочкой без обводочки хухуху руки дрожат привет я макс все фирменное мне нравится что вот это приветствие не меняется в общем то все эти годы и так приятно как знаете бренд макдональдс он одна из его концепции состоит в том что где бы ты в каком в мире не зашел туда у тебя будет там все узнаваемое меню узнаваемый концепт и так далее чтобы ты не чувствовал стресса адаптации ну вот здесь наверное такая же история но все открываем дрожащими руками в первом листе давайте сразу страх белого листа страх первого листа сразу все страхи сейчас одним выстрелом расстреляем картинка наша так я надеюсь кто то будет рисовать со мной тоже скетчбук бумага очень хорошая ага сейчас проверим ну в общем то все ее хвалят все ее хвалят так ну что страшно но надо начинать все уже не о чем больше болтать в общем ужасно это ужасно это ужасно ребята подержите подержите дайте мне руку так поехали надеюсь я не одна сегодня рисую кто-нибудь будет рисовать вместе со мной материть этот домик материть меня за то что я его выбрала так короче это особняк господи я забыла я главное вчера так решила подготовиться все проверить и забыла какая-то фамилия типа вита тиля какая-то четыре в этих самых построил тоже забыла разумеется кто по моему кто некто шмид не помню или не надо было мне так делать сейчас посмотрим в общем интересно что это изначально был дом который построен для господи ну вообще я конечно молодец ну отлично подготовилась в общем этот домик стоит на петроградской стороне у нас в питере на улице съежинской дом 3 изначально он построен самом конце девятнадцатого века изначально он была коса одноэтажно в принципе там если пройти вот в эту прекрасную арочку там сзади идут склады 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 а потом к нему был подстроен вот этот флигелек с башенкой который уже придал какую-то такую нарядность этому виду это считается модерн хотя тут есть какой-то намек на старорусский какой-то стиль видимо какая-то эклектичность все-таки есть вот что нас учат как нас учат разбирать сюжет перед тем как его рисовать что вас зацепило я к сожалению плохой скетчер да тиса спасибо особняк вот офигенные четыре буквы не могла выучить на самом деле три потому что фамилия этой тис вот спасибо в общем потом пристроилась вот эта башенка пристроился второй этаж я посмотрел даже по фотографиям внутри у него очень красивые интерьеры это меня прямо удивило приятно вот сейчас там какое-то какое-то ведомство типа автодор или что такое вот ну что полетели все держаться нету больше сил так а так вот я стала говорить что надо выделить что нас привлекает то есть либо форма либо какое-то соотношение тона цвет какая-то фактура я не знаю я как человек который когда-то начал ведение инстаграма с именно такой городской фотографии мне всегда нравится все в кадре мне всегда важно чтобы вот все 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 было правильно хотя тут кусок машины торчит вот не люблю случайных деталей люблю когда вот глаз бегает и туда и сюда и башенка мне нравится и арочка манит велосипедист которого я не планирую рисовать вот в общем попробуем как-то разобраться значит с чего я начинаю ну конечно мне башни нравится больше всего башни и рядом арочка мне кажется они все таки составляют этот дуэт по ощущениям конечно если бы я сейчас сидела на пленэре и вообще поняла что я даже не помню что такое рисовать за столом ну ладно конечно я бы начала с нее ну и раз так получилось что есть уже фотографии кадр уже выстроен конечно воспользуемся этим уже существующим кадрированием понятно что край этой башенки проходит где-то примерно посередине нашего листа вот как бы с этого и я начну наверное я поняла как я вообще отвыкла рисовать за столом вы себе даже не представляете мне хочется вот вот так вот поднять лист что хотите со мной делайте так наверное не очень хорошо да что где-то в поле комментариев у нас будет мое рисование не очень хорошо да и соответствие Я смотрю, что примерно эта сторона, по ощущениям, где-то примерно половина от этого. Ну, так вот, так мне кажется. Попробуем соблюсти вот этот угол. Так, здесь у нас, мы понимаем, да, что линия горизонта, она расположена на уровне человеческих глаз. Это примерно первый этаж здания, вот если смотреть сюда. На самом деле, даже вот тут вот, вот тут, наверное, вот если человек пойдет, то, наверное, здесь будет его голова. Вот это линия перспективы. Соответственно, мы понимаем, что все линии, которые ведут к точке схода, да, они, чем ближе они к линии горизонта, тем более они горизонтальны и параллельны этой линии. Соответственно, чем дальше удаляются они от линии горизонта, тем больше они расположены под углом, искажены. Так что здесь, как я говорю, на линии пола искажение будет, в принципе, минимальным для глаза. Ой, ребята, блин, как же мне неудобно, вы себе не представляете. Это я сейчас буду оправдывать свое плохое танцорство, видимо, потому что у меня прямо над олбом висит штатив. Стол слишком горизонтален, вот, ну, в общем, понимаете. Здесь, значит, у нас уже впиливается крыша. Я вот думаю, немало ли я взяла. Немало ли я взяла, ребята. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Крыша-то красивая. Да, наверное. Там-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Стираем. Ничего страшного. Сейчас мы повозюкаем с вами тут два часа, и потом я скажу, ну что ж, теперь давайте посмотрим мои скетчбуки. Видимо, так это все будет. Простите, если обманула вас, если у вас уже полрисунка, пока я тут раз болтала. Так, еще раз. Так, по ощущениям, вот я так всегда смотрю, на самом деле я и в натуре так всегда прикидываю, так скажем, к воздуху приставляю карандаш, понимаю, что где-то вот так вот идет этот угол. Потому что, конечно, вживую очень сложно здраво оценить искажения линий. Но это, конечно, все так тренируется определенным опытом. Но все равно нет никаких гарантий, что это вас не подведет однажды. Так, по ощущениям, наверное, телемок подлиннее все-таки немножко, да. Так, по ощущениям, по ощущениям, где-то так вот. Пойду Реф искать. Да, Реф мы выгружали в сториз. Можете посмотреть либо Мак в Куде, либо у меня в профиль в Нарелев. Так, продолжаем. Так, значит, здесь все-таки достаточно... Достаточно горизонтально можно упростить это дело. Так, здесь где-то вот так вот пойдет. Так, по моим ощущениям. Дальше смотрим. Ключевая арочка. Значит, я смотрю, что, ну, возьму, допустим... Допустим, определю некую метку, как вот этот вот кружочек. И она же граница крыши вот этой, над этой аркой. Примерно половину он составляет. Примерно половинку. Значит, это тут эту половинку отмеряем. Вот так. И по ширине она где-то равна, наверное, вот этой стороне. Ну, может, чуть пошире. Да, точно пошире. Так. Причем, поскольку арочка частично скрыта, да, за этой стороной, за этой башенкой, явно она тут продолжается, и центр у нее явно, вот этот центр, смещен. Поэтому где-то здесь, наверное, мы его так набросаем. И вон, ну, дуга уходит где-то вот сюда, в серединку своей высоты. Ничего, это, мне кажется, пошу-пошу, ребята, пошу-пошу-пошу. Наверное, надо пониже сделать его. Ну, на самом деле, я как бы и в полях иногда так ищу прям часто ту самую линию. Стираю тоже бывает, и так бывает. Так что, где-то так, наверное, наметим. Так, дальше, значит, этот домик у нас с вами идет где-то, ну, примерно на высоте с этим, но может чуть пониже, где-то вот наметим эту высоту. Ну, что-то я на этот второстепенный домик много места отвела. Ну, ладно, уже поздно. Не будем еще раз перерисовывать. Так, идет его там где-то задняя стена. Где-то... Ну, вот, какое-то место оставим. Господи, как неудобно! Пам-пам-пам-пам-пам! Как вы это делаете? Все за столами. Извините. Честное слово, я действительно понимаю, что мне некомфортно листовать за столом, вы не поверите. Я с вами, но боюсь, по скорости за вами не успевать. Вы не переживайте, мы, видите, мы движемся с такой скоростью, что можем случайно уже, по-моему, назад начать двигаться. Скорость близка к нулевой. Так. Ну что, ладно, давайте дальше быстренько попробуем выстроить. Здесь они стоят, ну, примерно, наверное, по одной линии. Может быть, чуть-чуть ближе этот домик. По ощущениям, чуть-чуть, наверное, ближе. Так. Тут тоже у нас идет такая линия схода. Я так ее обычно в воздухе репетирую и как бы понимаю, что где-то вот такой угол будет у нас. Но в целом мы смотрим, что ее вот этот задний угол, он идет выше, чем вот эта штуковинка. Ну и хорошо, это нам ориентир. Вообще, когда мы строим какие-то сложные архитектурные объекты, ну, я думаю, каждый делает по-своему, особенно если кто-то учился это делать, да, там долго, там, не знаю, изучал архитектуру, там, учился в художественных школах и так далее. Я предполагаю, что есть какие-то канонические правила. В моем случае я просто, знаете, как составляю такую логическую шараду, что ли, веду как мозаику, что у меня к чему цепляется. Значит, я смотрю, что вот эта крыша, она где-то выше, чем задний угол этой башенки, но ниже, чем передний. Ну, вот где-то вот так вот, вот оно у меня получается. Вот так я ее и поставлю. Так, да, значит, здесь мы все начертили. Давайте здесь сразу вот эту линию, как некую, тоже небольшую опорку проведем. Пу-пу-пу, не на том сосредотачиваюсь я, не на том, ну ладно. Видите, все, оттягиваю какие-то сложные моменты. Так, значит, здесь, да, здесь, кстати, смотрите, обратите внимание, интересные моменты. Здесь вот этот кусок крыши этой башенки, арочки, вот здесь вот он выше, чем здесь. То есть, наверное, есть в этом какая-то логика функциональная, но такое уже было у меня в каких-то сюжетах, когда я понимаю, что есть вот какая-то вот такая асимметричность или вроде бы визуальная нелогичность. Если я как художник ей последую, то потом, когда мы будем смотреть на рисунок, будет казаться, что это не в жизни так, а что мы косанули. И не знаю, как у кого, у меня потом взгляд на это цепляется. Вот, поэтому мы воспользуемся нашими правами художника и сделаем эту крышу как бы одинаковой. Так я хочу, потому что у нас так мелкий рисунок, о чем тут будем сказать. И она идет немножко под скосом. Вот так, да, наверное. Вот. Вот так я хочу поступить. И вам разрешаю, вы сами смотрите, потому что мне кажется, потом будет некрасиво, как будто бы нам не хватило мозга нарисовать их на одном уровне. А учитывая, что такая деталь достаточно мелкая, ну как бы зачем. Так, тут у нас так идет. Вот тут у нас, наверное, вот так идет. Арочка у нас в глубине, поэтому сюда вот идет еще немножко, идет боковая стенка. Кривая. Вот. И там еще идет некая глубина у Арочки. Ну вот как-то так ее наметим. Ой. Мяу. А могло бы быть так красиво, да, ребята? Я надеюсь, у вас красивее. Вот. И дальше уходит там куда-то в глубину. Нет, не так сильно уходит. Но у меня почему-то сильно уходит. Так, ладно. Значит, здесь у нас. Давайте теперь разбираться с этим делом. Значит, находим серединку. Как я рисую такие башенки? С ужасом, ребят, с ужасом. Во-первых, сейчас посмотрим. Значит, примерно у этого здания середина. Сейчас поглядим примерно раз и два. Вы удивитесь, я и на натуре так мелю. Значит, наверное, по нижней границе вот этого рисунка. Он у нас идет где-то вот над крышей. Вот так вот. Где-то мы его вот так вот сделаем. Просто как некая. Значит, понимаем, что эта линия искажена относительно горизонта меньше, чем вот эта. Горизонт, она где-то здесь. Так, все. И смотрим, наверное, и башня у нас. Ну, примерно такую же высоту составляет. Где-то вот тогда вот тут вот она будет. Вот эта серединка. Ну, тут есть тонкий момент, да. У нас вот эта плоскость крыши, вот эта, она не равна вот этой плоскости, да. Она уходит как бы назад. То есть к центру вот этого параллелопипеда. И вот тут, конечно, обычно такая определенная морока это дело изобразить. Поэтому мы так мысленно достраиваем этот параллелограмм, наверное, да. Это не параллелопипед, это у нас параллелограмм. Короче, делаем такую решеточку мысленную. Вот так вот. Там где-то так. Ой, ребята, извините. Самой не видно, что рисую. Вот, то есть мы как будто бы увидели где-то там в небе проекцию, да, вот этого прямоугольника в здании. Для того, чтобы найти примерно центр, а нам понадобится центр, можно вот как-то, допустим, вот такими осями найти, как конвертик. И вот, вот эта линия, это будет линия, ну вот, понимаете, да? Надеюсь, понимаете. Вот эта линия будет как раз вот этой линией. Ама, вот. Ось, 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 ось. Ось потеряли. Вообще я, конечно, такое тут, ребят, напахала. Все, не слушайте меня, забудьте. Значит, делаем старым пленарным способом. Значит, я смотрю, что здесь эта линия начинается где-то так вот с каким-то отступом. Вот она. Здесь эта линия идет почти, начинается почти чуть-чуть, может быть, в сторонку от угла. И идет, ну, почти вертикально, но с небольшим уклоном. А здесь она идет где-то, ну, на такой доброй трети от края крыши. И идет сюда. Ну, попробуем довериться ощущениям. Ну, на самом деле, мне кажется, в принципе, я правильно тут все наметила. Вот, я как старый чемпион башеностроения. В целом, конечно, всегда понимаю, что рисование башни – это шарада. Ну, вот где-то так она выстраивается, да. Но в целом я понимаю, что здесь она поуже. То есть башня интересна. Она и так уходит по плоскости, и так. И еще она, еще ее форма, да, она уже у нас вот как бы вот так заужается. Напоминает мне пражские башенки. Так что давайте вот у нас эта линия есть, центральная. Мы ее так наметили. А, не, ребят, все верно. Смотрите, вот у нас центральная линия. И вот она пошла по центру нашего конвертика. Вот, все нормально. Где-то вот тут вот отступаем равные кусочки. Вот так вот это сделается. Короче, если у вас есть рабочий способ рисовать чертовы башни, проще. Я вам завидую. И рисуйте тем способом, каким вам удобно. Чуть линия влево ушла. Да, слушайте, ребят, извините, я, конечно, наверное, мне не хватит пока опыта и читать, и рисовать, и комментировать. Ты очень энергичный. Да уж, я могу как эта маленькая электростанция работать. Но, честно скажу, у меня и бывают периоды аккумуляции, накопления. Я вообще жутки молчу, могу быть. Вот. Ну, смотрите, ребят, опять же говорю, у меня это первый опыт именно рисования в прямом эфире. В принципе, в плане выхода в эфир я немножко тут уже попрактиковалась в своих аккаунтах. Но, опять же, болтать и выступать я могу вообще не парясь. А вот рисовать – это уже задачка. То есть все-таки надо быть в определенной сосредоточке, во-первых. А во-вторых, надо понимать, что кто-то рисует с тобой. И, как мне кажется, вроде как надо немножко объяснять свои действия. Вот. Мы можем, допустим, ну, допустим, я могу попробовать не отвлекаться на разговоры, рисовать, как я чувствую. Башенка получилась короче, блин, ребят. Ну, ё-моё. Ну, продлим её, значит. Продлевать будем. Вот. Поэтому не знаю, как лучше построить. Я боюсь, если я буду слишком распыляться, мы можем вообще ничего не успеть. И через два часа мы с вами торжественно отложим карандаш со словами. Ну что, а теперь акварель. Вот. Причём самое смешное, что обычно на пленэре у меня уходит, ну, где-то порядка, такое золотое время, где-то час с хвостом в районе полутора часов. Иногда у меня бывает там часик с небольшим, иногда я там к двум подберусь. Ну, бывает, либо я там на построении завязну, либо на детализации. Как-то вот по-разному получается. Почему-то, когда сидишь за столом, то хочется какой-то, ну, как-то оправдать вот эту комфортность и рисовать более правильно, что ли. Так, я ещё чуть-чуть подвину, чтобы вам комментарии, наверное, не мешали. Это я смотрю, вдруг вы мне что-то пишете, а я не в теме. Так, ну ладно. Ну ладно. Так, ой, господи, прости, вы тут, вы тут, вы со мной? Всё нормально? Всё, пытаюсь понять, как будет лучше для вас или для меня. Так, ладно, поехали дальше. Мне кажется, самое сложное, вернее, самое, как сказать, определяющее достоверность и качество итоговой картинки, то есть башню мы нарисовали. Значит, помним, что здесь линия вот эта горизонтальная, она ещё более искажена относительно горизонта. Ну, в целом, в общем-то, узнаваемо-узнаваемо. Но у меня она, по-моему, всё равно какая-то более, блин, более такая приземистая получилась. Да, смотрю. Да, более приземистая она у меня получилась. Блин, банан, что делать? Опять, что ли, перерисовывать? Не буду, конечно, я вас мучить. Перерисовка. Сейчас попробую как-то искусственно её подзаузить. Давайте ещё чуть-чуть продлим ей на пару миллиметров. Ну и такое бывает. Что делать? Ничего не попишешь. И такое бывает. Плюс, говорю, видите, мне было бы комфортнее, чтобы у меня голова где-то здесь как раз была. А я, получается, быть таким очень сильным углом смотрю. Так, ну ладно, давайте, всё, хватит оправдываться. Говорю, танцор-то так себе. Так, смотрим, значит, на этот угол здания. Он у нас примерно по высоте с края этой крыши. Ну и где-то примерно по серединке, значит, от этого. То есть где-то вот он на край, вот где-то серединка. Так, где-то вот такого уровня идёт этот угол, почти упираясь вот в эту вот конструкцию. Ну где-то, значит, вот мы его и обозначили. То есть я говорю, я обычно выстраиваю как такое, знаете, как лего. И где-то вот, в принципе, тут он у меня на кадре прям целуется. Такое вот целование делать не надо, потому что потом человека, который будет смотреть наш рисунок, это немножко собьёт, он будет это, может случайно воспринимать это как что-то общее. Поэтому не надо его мучить этим. И куда-то вот сюда, тоже так я репетирую вот этот угол. Где-то он вот такой, ну где-то вот сюда впиливается. А здесь он где-то идёт в серединку. Вот. Вот жёлтый домик самый похожий, по-моему, у нас получился. Вот. Очень мне нравятся эти типичные питерские крыши. Так, что смотрим у нас тут? С этими такими вот трубами, цельнокроенными, как я говорю, нарисуем парочку этих труб. Мне кажется, они должны быть разной толщины. Тут одна вот такая, где-то тут вот. Причём, интересно, вот эта линия, мне кажется, явно идёт параллельно земле. Явно. Хотя у меня она так больше искажена, наверное. Надо её так сделать более плоскую, что ли. А вот эта явно идёт как бы сквозь крыши. То есть она идёт под углом к земле. Здесь мы тоже нарисуем какую-то вот эту трубень. Поэтому край трубы, он будет не параллелен этой линии. Блин, я, короче, что-то подрастроилась, что у меня башня-то широкая получилась. Пум-пум-пум-пум. Как нам её заузить? Давайте всё сотрём и начнём заново. Шутка. Шутка, шутка, шуточка. Просто видите тут какой момент? Всё бы ничего, но уже у нас тут и арка построена, и башня, блин, банан. Так что, наверное, придётся нам принять эту башню. Такой, какая она есть. Да, блин, компот. Ещё хуже. Я как лиса, который два куска сыра пыталась уравнять, пока не съела оба. Да? Так, здесь, значит, эта стена у нас впиливается примерно в середину вот этой башенки. Ну, вот так и сделаем. Так и сделаем примерно. Ну, на самом деле, чуть поменьше, по-моему, по ощущениям. Так, чё вы мне? Нет, не надо перерисовывать, видимо. Хорошо не буду. Думаете, я сама не в ужасе от того, что происходит? 39 человек смельчаков с нами, наверное, приходят и уходят. Кто рисует, кстати, сегодня? Дайте какой-то знак. Любопытно будет. Вот. Ну, и потом, наверное, кто, в общем, будет, ну, как сказать, кто захочет поделиться, пожалуйста, поделитесь вашими рисунками в сторис или в постах. Будет очень интересно. Кстати, о птичках. Кстати, о птичках. Я же должна озвучить... Слушайте, мы офигенные организаторы. Я должна же озвучить вам промокод. А я как его озвучу, если я его не знаю? Не знаю как. Сейчас каким-то секретиком мне должен кто-то его сообщить. Или кто-то... Или если нас лисы смотрят, они мне как-то это скажут. Не знаю. Сейчас будет какой-то цирковой номер, по-моему. А, я знаю как. Придумаем, придумаем. Всё нормально. Так, вы ничего не слышали этих метаний? Дальше. Продолжаем с крышей. Всё, хватит. Много болтаем. Значит, смотрим на эту крышу. Она идёт где-то... Ну, где-то на одну треть башни по высоте. Да? Так, по ощущениям. Ну, давайте где-то вот на эту треть. И сделаем. На самом деле побольше даже. Она как карандаш вообще решила не писать, да? Так. Давайте ещё нарисуем вот эту трубу. Тоже она нам будет какой-то такой... Зарубочкой. Труба чуть меньше половины где-то. Значит, ну, где-то вот эта чуть меньше половины будет здесь. По моим ощущениям. Она как бы вот отсюда смотрит и уходит почти в край башни. Вот в эту точечку. Ну, и прекрасно, что она делает именно так. Нам её проще рисовать. Да? Вот труба нарисовалась. Так. Теперь вот этот элемент, он примерно равен по высоте трубе. Значит, что у нас с ним? Значит, у нас идёт... Идут вот такие линии. Параллельные друг другу явно, да? Где-то вот до этого. У нас идёт вот этот навесик. Навесик из себя тоже интересную какую-то форму представляет. Давайте поэтапно рисовать. Где-то посерединке он идёт вот такая линия. Значит, где-то... Делаем вот эту проекцию, да? Опять же, параллельно горизонту. Что вот тут будет низ вот этой второй части ответной. Вот она. И она как раз, видите, почти упирается в край. Я говорю, если так вот плоско смотреть на картину, то она как будто бы совпадает с краем. Ну, и прекрасно. Так. Вот она. Теперь обе линии. Надеюсь, она вообще почти совпадает с краем. Надо же, я так сфоткала. Удивительно. Вот так сделаем. Вот так. Так вот, ладно. Значит, я отвлеклась с промокодом. Давайте ещё... Ну, давайте, главная такая, давайте. Ну, в общем, если вы будете... А я надеюсь, вы будете выкладывать ваши работы. Отмечайте меня, отмечайте Макс Гудс. Мы потом посмотрим, что получается. Потому что всегда вот эти истории в стиле «Нарисуй в своём стиле». Истории в рубрике «Нарисуй в своём стиле». Мне кажется, их потом всегда очень интересно смотреть, сравнивать, у кого что получилось. Вот как-то так это окошечко идёт. Здесь оно вот так. Да. Вот так. Здесь вот так вот. И оно куда-то там вглубь уходит. Здесь будет всё темно. Всё. Башню хочется ещё продлить сразу. Так, тут труба. Значит, эта крыша идёт где-то вот на уровне вот этого вот. И где-то угол её... Ну... Ну, где-то... Сейчас, сейчас, сейчас сообразим. Я пытаюсь понять. Наверное... Ну, вот, наверное, угол начинается на длине равной высоте. Вот, то есть, я смотрю, когда вот на этот треугольник. Мне он кажется таким равносторонним. 45 градусов здесь. Ну, как в детстве угольники, да. Вот я где-то так и отмеряю, чтобы у меня получился такой угольник. И один скос идёт вот сюда, чуть-чуть не доходя до башенки. А другой скос идёт опять вот всё вот в это маленькое пространство. Вот сюда вот, не касаясь трубы. Похоже? Нет. Ну, ничего страшного. Сейчас, ребята, секундочку буквально, ладно? Сейчас. Ну, ничего страшного. Я не знаю. Вот здесь. Получается. Что вот здесь? Вот здесь. Ну, да. Просто руку. я с вами сорянчик так папа и где-то тут у нас трубень где-то задняя стенка здесь задняя стенка у меня прям какие-то медицинские термины около медицинские и наверное сама труба идет где-то ну чуть выше середины башни так по ощущениям вот она чуть выше середины будет опять же по моим ощущениям как я говорю всегда в таких случаях но даже если мы что-то наврем ну так под наврем в пропорциях ну пусть как бы зритель идет и ищет этот теремок на съеженской берет наш рисунок становится в ту же точку и значит сравнивает где мы чего наврали да то есть понимаете да даже наверное сам архитектор забыла как его шмит по моему и то в общем то наверное не возьмется на сто процентов сказать что здесь пошире здесь поуже хотя наверное он бы взялся но он к нам больше не наверное мне кажется нет оснований что он каким-то образом к нам явится вот но главное ключевой момент это ну как бы соблюсти какие-то основополагающие пропорции для узнаваемости вот а там детали но это такое уже все приходящее так все блин мне кажется медленно очень сидела я я медленно делала о ляночка пришла так ну что теперь самое противное скажите мне пожалуйста вам хватает для восприятия изображения света потому что я думаю стоит ли включать искусственный свет потому что естественно и поприятнее мне кажется что темновато не понимаю адекватно как воспринимать что вам видно так ничего то кажется что надо вообще просто быстренько рисовать все прям представляем что идет туча грозовая поэтому что в панике закрываем блокнот и бежим отсюда так значит здесь смотрим начинаем выстраивать вот эту вот вещь здесь вот этот фундамент идет примерно чуть выше половины расстояние между арочкой и полом как я говорю ну вот где-то вот здесь вот и поставим этот фундамент как мы решили он примерно уже близок к линии горизонта поэтому мы его прям с минимальным искажением рисуем кто-нибудь что-нибудь скажите можно было поярче а то есть телефона плохо видно так вот допустим сейчас порядке эксперимента офигенно ярко лучше стало хуже я просто боюсь что желтый свет нам вообще не прибавит а вот так так я подожду какое-то время вы мне скажите стало лучше ли стало хуже если что все уберем обратно не даже сильно сделала наверно вот так лучше сделать не надо свет лампу убрать еще чуть подожду сейчас мне кажется мы тут будем просто пол эфира не включить не выключить так нарисовали фундамент пока лучше хуже я не могу ребята хуже хуже так давайте жесткая тень от кардаша ну прямо жесткая я что-то не вижу еще давайте накидайте все ждем вот какое сейчас будет последнее мнение такой такой и правильный оставьте а 100 все оставила ну просто у нас тут тучки прилетели и у меня вообще как-то свет достаточно далеко так все значит дальше вспомнили что у нас была тут какая-то ось симметрии вот она где-то тут идет дальше потом идет вот этому полосочкам вот это вот значит у нас идет окно окно у нас идет в целом с таким хорошим отступом а вот от вот этой линии которую мы определили как центральную вот она у нас да и окно и окно у нас идет примерно а кстати вот что удачу удачно но у нас продолжает вот эту линию это вот так вот так что там у нас споры по свету закончились ужасно маша блин надеюсь ты не про этот самый вау так ладно значит вот эта линия у нас получается примерно совпадает вот с этой да кстати судя по всему это вообще какой-то одна линия декора но где-то вот тут вот давайте сделаем это окно наконец уже окно составляет примерно ну чуть уже чем одну треть да то есть так вот вот треть стена треть окно треть стена но по ощущениям чуть поуже может быть за счет того что она так под утоплено дальше у нас линия пошла сюда здесь она опять чуть-чуть искажается потому что нас плоскость и другая а здесь она уже идет так сказать ровно нашему глазу и где-то вот тут вот да здесь еще видите такие интересные окна они уходят вот в такую кирпичную кладку придадим им глубины немножко так так и это окошко но явно идет вот опять же да смотрим как как выставлять пропорции она идет достаточно близко к этой стене и по ширине она больше чем вот это расстояние ну вот опять же это расстояние явно меньше чем это ну где-то вот таким вот его и делаем по ширине окошко пусть будет где-то вот такое тоже по ощущениям с таким небольшим кружочком что ли так это у нас фундамент господи 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 ну и помним конечно что у меня очень как-то я сделала плоским к сожалению напорола и ну очень приземлила нашу башенку честно честно говоря мне такое свойственно я даже не буду вам врать ну и где-то ну да где-то там через расстояние больше чем ширина окна начинается вот это окошко и оно такое вот прям пошире пошире да так ну все значит тут у нас все равно придется немножко соврать потому что вот эта линия она по идее идет и впивается вот сюда но у нас уже не впивается она так извините пожалуйста у нас вот как-то немножко по-своему будет просто их наметим чтобы они у нас как бы так для памяти были да так здесь у нас будут вот этот вот узорчик здесь у нас вот это вот здесь сразу суфлерскую будку сделаем как у нас дела ужасно хорошо подскажите эфир сохранится да я постараюсь сохранить я постараюсь сохранить если мне ничего не крякнет так пум-пу-рум-пум-пум так ну что значит дальше эта линия у нас идет да опять же мы ее здесь она мы понимаем да что в принципе эта линия идет параллельно земле но поскольку мы это рисуем на плоскости то значит она у нас идет на этой плоскости так потом идет на этой плоскости так и потом становится уже параллельно нашему взгляду поскольку мы смотрим фронтально на здание это у нас вот эта линия да по моему решили нижняя часть узорчика потом идет как бы верхняя часть узорчика вот на ней базируется опять же окно где-то окно где-то идет ну где-то кстати она занимает где-то половинку вот от этого отрезка то есть от вот этой линии которую мы как опорно взяли и верха окно верхний край столе где-то половину ну вот и хорошо это будет нам тоже таким ориентирчиком значит это окошечко окно идет той же ширины верхняя что и нижняя это удобно это очень мило с его стороны да я поняла теперь что такое жесткая тень от карандаша ну что делать еще раз попробуем со светом как-то поэкспериментировать а ребят просто если я поставлю источник света отсюда тогда будет сюда свет на рисунок тоже не очень правильно от руки так здесь у нас тоже небольшое скругление так и здесь интересно у нас сам сам створ окна он идет выше вот этой линии тут опять идет какая-то сложная кладочка такая эту глубину окна сразу заложим спасибо здорово это видимо за то что я эфир сохранил эти может он получит таким позорным что вообще не буду ничего сохранять да это питер улочка питера съеженская съеженская три адрес здания можно даже по гугл картам найти если захочется покрутить разные ракурсы потому что на самом деле тут вот плюс-минус пока я искала там ракурс он ну по-разному открывает эту арочку и башенку и в общем то вы можете выбрать ракурс чтобы башня была для вас фронтально все остальное там в какой-то перспективе да так давайте что-то мне вот сюда захотелось уйти нарисовать этот карниз нет все них у них не хочется больше не сюда уходить продолжим так значит смотрим что здесь у нас здесь у нас идет ну такая что-то непростая вещь идет верхний какой-то бордюрчик до бордюрчик верхненький потом идет где-то вот такой примерно поясок вот с этими фестончиками отметим что здесь эти фестончики просто чтобы чтобы помнить что это за линия потом идет вот такая и вот такая и вот эти ребята не доходят до окна блин а у меня тут уже все настолько намечено что как будто бы и доходит так не забываем всегда вот как бы соизмерять вот если здесь элемент заканчивается то надо смотреть да вот все время помним что нас идут вот эти горизонтальные линии ну линии вернее параллельный горизонту а вот как надо было вот эту линию проводите она идет как бы от этого карниза в общем дело то ребята вот чем дело то ну вот как-то так значит так получается так потом она идет так потом она идет так да да ну где-то так значит ладно окей отдадимся так здесь есть дальше 10 рисуем вот эту вот вещь Вообще, конечно, я такая думала, блин, веду я, значит, с вами некий эфир по архитектурному сооружению. По-хорошему надо было бы даже выучить какую-то, наверное, терминологию. И самое смешное, что я ее даже когда-то знала, потому что у нас в школе были занятия по краеведению, экскурсоведению. Мы всякие эти архитектурные термины изучали. Ну и что вы думаете, я что-нибудь помню, кроме Рустовки? Почему Рустовка мне заполнена? Нет, я, конечно, в принципе, я помню, ну, скажем так, наверное, немало. Ну, скажем так, относительно просто человека, не увлекающегося архитектурой, я знаю терминов побольше. Относительно человека, который это учил, я, конечно, плоха. Так, что я сделала? Значит, вот здесь вот у нас идет полосочка, да? Вот у нас идет вот эта вот линия. Чем она для нас важна? Это примерно верхний край окон, он идет сюда, и он здесь определяет верхний край окон. Так, во-первых, значит, тут у нас еще разобрали. А, вот, кстати, вот эта вот нижняя штуковинка, да, вот эта вот, она идет сюда и превращается вот здесь вот в эту линию с вистончиками. Поэтому нам ее очень важно как бы сохранить. Так, да, вот она идет вот так. Так, здесь смотрим. Продолжаем вот эту соосность окон. Откуда они начинаются? Они тоже начинаются примерно вот отсюда, вот с этой линии. Ну вот и проводим ее где-то так. Так, сейчас отвлекут. Вдруг вы мне что-то пишете, а я молчу. А я говорю, но не с вами. Так. Антаблимент. Маша, ты здесь. Слушай, а что такое антаблимент? Я не помню. Я слово помню мерзотное, а по-моему, это какая-то вещь над кучей колонн. Над колонной, что ли. Господи. Нет, я, знаешь, я помню ордера там всякие, портики. Антаблименты. Ах ты! Сколько деталей. Да что-то да, на самом деле я это воспринимаю как фразу, сколько деталей. Наверное, я сейчас восприму как критику. Ну, без обиды, а как бы как конструктивную критику. Да, надо нам уходить от деталистики, а то мы, правда, с вами до второго пришествия не разберемся. Так, значит, здесь у нас фистончики, здесь у нас край окна. Все, ребята, ускоряемся жесточайше, я поняла. Я не права, очень много болтаю. Так, смотрим. Вот эти два окна, они как бы идут над этим, но они суммарно пошире, чем оно одно. Поэтому вот и делаем их пошире. А расстояние между ними, оно идет посерединке. То есть это как, как сказать, две односпальные кровати над одной двуспальной. Ну, где-то вот так, значит, делаем. Вот, хорошо, что, кстати, они у нас влезли, так чудес. Сохраните, пожалуйста, эфир. Очень хочется с вами порисовать, но сейчас нет возможности. Я очень постараюсь. Вернее, я на это рассчитываю, что я его сохраню, но всякое может быть. Сейчас вообще выяснится, что у меня телефон сел. А я все веду эфир. Так, здесь у нас фистончики. Уж извините, я уверена, что они называются нефистончиками, но мне так хочется говорить. Так, здесь, значит, у нас вот это вот опять какая-то кирпичная история. Что я сделала, ребят? Мне кажется, я что-то напахала, причем очень конкретно. Здесь вот это вот, да? Здесь вот это вот. Ну, как-то вот так, наверное. Так, здесь идет вот эта линия. Пум-пум-пум. Ага. Да, слушайте, окна, конечно, тут не самые простые, потому что идет как бы их такое, как утопленность их плоскости, да? Сама плоскость окна, она утоплена. И плюс идет еще, в общем-то, уже потом окно. Антаблимент. Вот и я не помню, что такое антаблимент. Значит, всем домашнее задание. Посмотреть, что такое антаблимент. Все, давайте не будем больше мучить это самое. В принципе, у кого здесь есть еще место, нарисуйте вот эту трубу. Она, ну, прикольная. Не забудьте, что она будет чуть пониже. А тут она, у меня, кстати, она высоковатая получилась. Сейчас мы ее немножко усечем, чтобы не задавалась. А что, похоже вроде, да? Я велосипедиста рисовать не буду, ребят, правда. А то, мне кажется, уже будет какой-то трэш. Давайте, значит, разберемся с этими конструкциями. Здесь у нас идет какой-то карнизик. Вот карниз, слово помню. Здесь тоже идет карниз. Почему я столько места на это здание оставила? Не права. Так, ну, где-то вот, вот, примерно на уровне вот этой арочки у нас идет вот эта линия. Не арочки, а вот этого уголка. Где-то вот так идут окошки. Тоже такие они у нас. Все вот с этой кладкой интересной. Ну, вот товарищ Шмидт напридумывал, а. Вроде так визуально все простенько. Вот, кстати, с этим домом лучше не разбегаться, потому что он, по-моему, всего лишь из этих трех окошек и состоит. Так что, чтобы случайно... Ну, как вот я, видите, глупо. Лучше бы вот этот дом у меня вместился, а вот этот был бы так, не очень. Ну, как-то вот я так поступила. Так как-то вот у меня поступилось. Так, нет, вот тут окно уже почти сюда уходит. Ну, так как-то, да. Так, есть там кто живой? Такой приятный голос. О, Господи! Мне кажется, голос у меня просто однозначно неприятный. Себя покажи, что так. Ну, начинается вообще. Себя покажи. Посмотрите. Зайдете в мой аккаунт и посмотрите на меня, если есть такое желание. Так, не за этим я сейчас здесь. Что, все, что ли? А, нет, не все. Значит, здесь у нас идет вот это вот два таких... Две каких-то таких башенки, что-то они там венчают или защищают. Вот так они, наверное, идут. Да? А, они вот так идут на высоте какой-то, да. Надо трубу нарисовать. Труба водосточная. Это, конечно, наше все. Ну, как-то так, наверное. Здесь тоже идет труба. Она идет как-то вот так вдоль вот этой стенки. Да? Потом идет вот до этого карниза. Здесь что-то как-то изгибается. В общем, что-то, мне кажется, я потом буду рисовать. Ну, ее. Плюньте на нее. Так, здесь у нас этот ободок. Здесь у нас... Что за такое? Слушайте, ну, вроде... Все, что ли, построили. Господи. Так, здесь давайте сделаем... Аж карандаш сточился. Край тротуара. Да? Где-то он по... Ну, так, опять же, мы же плоско смотрим на изображение. Вот мы смотрим, что вот это расстояние, оно примерно как этот фундамент. Ну, вот да, так и получается. Здесь у нас идет... А, вот что. Здесь у нас идет заборчик. Тоже всегда смотрим. Ага, заборчик идет где-то от середины суфлерской будки, как я говорю. Да? И вот он пошел, 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 пошел. Вот эти будки, что ли, нарисовать. Потом мы забудем же, конечно. Главное, здесь почти плоское изображение. Чего я такой угол сильно сделала? А, я хотела удлинить башню, вот в чем дело. Ну, ладно. Будочки четко у нас под окнами. Вот как ни странно, это тот момент, это вроде мелочь, но если вы, ну, как бы нарушаете вот эту какую-то логику, потом очень это видно, к сожалению. И несмотря на то, что это вообще тотальная мелочь в сюжете, да, она будет забирать на себя внимание. Мы этого не хотим. Так, значит, решетка. Здесь Катя Пластинина, Катя Екатерина Асэмбович, говорила, что «А, у нас из-за вас вот такие дурацкие заборы появились». Говорит, в Москве очень много таких заборов появилось. Значит, тут идет сверху полосочка, а здесь два квадратика. Поэтому что мы делаем? Мы вот так отмеряем, вот раз квадратик. Два квадратик, ну и так дальше. Так, и поребрик. Мы же в Питер с вами рисуем, поэтому у нас исключительно поребрики. О, Катя, я тебя как раз упомянула, привет. Hello, Milen. Так, кто тут у нас еще? Как я попул сюда? Мне очень нравится смотреть рисование. Ну и прекрасно, что вы к нам попули. Смотрите. Ага. Так, со светом мы с вами примирились, да, таким мы его оставляем. Потому что у меня явно солнышко за окном скрывается за какой-то край дома. И мне кажется, нам будет сейчас совсем темно. Так, здесь мы продлеваем. И здесь опять у нас поребрик появляется. Поребрик, да, а не бордюр, ребята. Мы же в Питере с вами. Он же бордюрный камень, он же, не знаю, край тротуара, как хотите его называйте. Так вот я делаю. Так, здесь у нас с вами... Велосипедиста рисовать не буду, простите меня. Но знаете что? Мне вот тут хочется заборчик тоже нарисовать. Мне кажется, он как-то уравновесит наш с вами. Ну, будем считать, что он тут есть. Что-то вот мне так хочется. Опять же, возьмем авторские права. Для какого-то уравновешивания композиции, раз я ее так не очень хорошо взвесила. Ну, и такое тоже бывает, что. Вот. Слушайте, все, по-моему, мы с вами разобрались с карандашом. Час у нас прошел. Блин, ну медленно вообще. Но с другой стороны сейчас у нас более быстро пойдет этап. Ну, что? Так, фонарик, да, фонарик. Попал, то есть. Да я поняла, что так. Окошка на крыше не хватает. Окошко на крыше. А, точно, вы правы. Это я такая взяла телефон, да, с эфиром. Точно, вы правы. Ну, вот этого, да, наверное, где Карл Фонжи. А, и вот, и это. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Спасибо большое. Так, окошко у нас идет посередине вот этих двух. Ух, точно, ах вы мои глазастики. Ну, все, сейчас еще на полчаса тут засядем с этими окошками. Может, воспользоваться творческими правами и не рисовать их. Так, окошко у нас идет где-то по высоте от вот этого уголка. Но у меня получается уже не так. Блин. Слушайте, а окошко-то у меня, конечно, тут очень навирается с пропорциями. Я крышу низковатую нарисовала. Вот что я понимаю, ребята. Там крыша-то у меня низковатая. Получилось. Труба. Это такая здоровая еще что-то вышло. Еще делать. Еще делать. Да, труба великовата. Сейчас мы ее еще укоротим и уменьшим. Наверное, все-таки. Слушайте, да, называется... Слонаты я и не приметил. Точно. Так, значит, здесь у нас идет окошечко. Ну, хотя она, в принципе, маленькая. Так, оно идет вот так вот у нас идут эти скаты крыш. Спасибо за подсказку. И хорошо, что я сейчас на нее глянула. Потом была такая, ой, 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 ой. Шмидт строил, старался, а мы взяли прогнозирую. Но эта труба что-то у меня прямо не идет. Ну, как вот от нее избавиться теперь? Перерисовывать, что ли? Точно сейчас буду, как лиса, откусывать, откусывать. Ну, давайте, откушу еще чуть-чуть. Жаль, что нужно идти вечно смотреть. Ну, вы можете потом на репетии эфир смотреть. На соседней крыше нарисуй, а тут брось. Думаешь? Блин. Ну, все, а ну что вы вообще меня тут поролите, блин? Ой, господи, так. Так, все, здесь нарисовали. Здесь труба пошла. И тут, кстати, идет как раз какой-то портик. Но мы его уже не видим. Давайте так трубу какую-то отметим. А вот здесь действительно надо было нарисовать. Так, значит, оно у нас идет где-то вот тут вот. Так, мы смотрим немножко же под углом. Поэтому у нас как будто бы серединка вот этой башники как бы не над серединкой окошка. Вообще, я что-то, что-то я, ребята, так пашу, я хочу сказать. Потому что окошко-то вон оно идет какое-куда. Оно идет аж до середины крыши. Так, ну все. Ну-ка, сама хоть рассмотрю, что тут происходит. Пам-пам-пам-пам-пам. Вот эта крыша поменьше явно уже. Все пошло прахом. Пам-пам-пам-пам-пам. Все. Тут еще деревья как раз для чего. Оливковый-то нам нужен был. Тут вот дерево какое-то нарисуем. Отвлекающее внимание. Ну все. Фонарь хочу еще. Фонарь хочу. Все хочу. Давайте фонарь нарисуем. Мне нравятся всегда эти фонари. Поскольку мы смотрим на него очень так сильно снизу, то у нас эллипс такой максимально развернутый к нам. Все. Мы не знаем, откуда он начинается, где заканчивается. Ну куда-то вот он там уходит. Все. Знать не хотим. Ну все. Господи, господи. Все. Ну его. Кто-нибудь рисует со мной? Скажите. Пожалуйста. Сейчас я пока проверю. О. А тем временем к нам пришел промокод. Промокод. Слава Богу. Сейчас подождите. М-м-м. Минди, пожалуйста. извините ребята тут мне промокод пришел а он как-то странно выглядит все ура я снова с вами так ну что страшно аж жуть страшно жуть давайте закрепим достигнутые результаты линером потому что когда как я на этой стадии делаю линер когда не делаю но бывало в моей жизни когда я все такое вот мелкое понастрою а потом как мазану акварелью и все свое построение как бы скрою и потом было очень грустно и мне что-то не хочется сейчас грустить мы просто так деликатненько наметим какие-то основные моменты вот этот дом надо вот так раз и как будто бы закончить потому что реально реально он тут короткий как-то вот прямо по моему он вообще 3 3 3 оконный тоже получается что когда ты вот как ни странно да как бы это невероятно не звучало но когда ты на натуре ты тебе действительно натуру помогает несмотря на то что я знаю что очень многие как-то поднимали эту тему боятся выходить на пленеры что это сложно что ну сейчас уберем аспект страха такого чисто социального что все будут проходить мимо заглядывать критиковать и так далее мы сейчас этот аспект наверное уберем сторону аспект именно что ну не не удобно как бы не комфортно физически да что это что натура это не фотография где уже разложено кадрирование где мы видим действительно значительно более четко как куда там линии перспективы точки схода там побежали свет и тень более понятные на фотографии как правило но натура реально нам помогает то что мы не можем разглядеть на фотографии или допустим вот в том числе для этого я хочу карандаш убрать мы не можем разглядеть мы не можем на фотографии вот нам непонятно какая-то деталь нам хочется вот так зайти посмотреть да все таки в натуре у нас есть такая возможность там сойти со своей точки там посмотреть чего куда куда линия пошла чем там завершилась вообще что это за та чулечка это там кирпич торчит или не знаю ли какая-то дырка в стене или что вот потому что иногда это все таки да не иногда в целом то это неплохо разбираться что что-то собственно рисуешь так вот этот задний план надо рисовать как бы максимально так скажем деликатно потому что он не должен как бы доминировать над передним он не должен выбирать иначе у нас внимание будет туда забираться а мы помним что у нас картинка плоская и нам надо с помощью так сказать линейно-воздушной перспективы показать что у нас на переднем плане что на заднем так труба трубы чем рисовать удобно что их можно не париться за прямую линию такими вот блоками рисовать и все так что мне пишите вы мне ничего не пишите это очень хорошо тогда я не мучаюсь что вы меня что-то спрашиваете а я не могу вам ответить кто-то даже смотрит мне главное никто не ответил ли стоит ли кто-нибудь со мной вы наверно посмотрели как я мучаюсь и такие подумали ну нафиг но тема интереснее мне кажется если вы найдете действительно какой-то свой способ укоротить этот сюжет я не знаю почему то мне показался достаточно простым тем более я его действительно когда-то вот года получается три что ли назад рисовала и рисовал как раз с натуры если честно я вот там пролистнула мне захотелось поскорее пролистнуть не разглядывать то есть я сейчас понимаю что у меня уровень ну объективно подрос да но вместе с этим подросло и ну как сказать критичность что ли к тому что я делаю потому что и появились какие-то знания и как как какой-то опыт и насмотренность определенная и то что я вполне снисходительно относилась каким-то результатом своим три года назад ну сейчас я уже вижу свои ошибки я понимаю что и здесь не так и здесь не то и ну в общем то уровень растет и и это хорошо и один из один из факторов такой внутренней оценки своего роста блин как и конечно напахала с этой арочкой так вот один из факторов роста на мой взгляд говорю я выводя вообще жуткую какую-то арочку он в том когда ты начинаешь видеть свои ошибки и так сказать новый уровень своих ошибок то есть то на что ты раньше не обратил бы внимание ты сейчас понимаешь что это неправильно задаем глубину этой арочки слушайте главное ну хорошо ладно я вам я вам скажу как как вы должны сделать потому что я так не сделала по-хорошему надо было конечно рисовать вот эту линию вот эту две такие пряменькие а потом замкнуть арочку меня на какая-то широкая получилось очень говори у меня весь какой-то рисунок я его очень жало почему-то не знаю почему ну вот как-то так получилось ой мы пишем просто вообще не убегаю да как никто ешь и лисы а то не ты какая молодец я просто если вы знали как я пытаюсь вообще хоть как-то оценивать кто мне что пишет такими дедовскими методами не представляете рисуем рисуем вы мои хорошие там сейчас алидель как как нарисует короткевич лучше меня и будет конечно не лавка нет ну на самом деле так и должно быть было бы глупо если бы я нарисовала лучше станет краткевич таня алидель рисует с нами смотрите я до сих пор рим который ты рисовала по моему референсу в глазах прям стоит ну и конечно башенка та самая башенка хорошо что я ее не взяла на самом деле потому и не взяла что таня ее рисовала думаю на чем будем тут одно и то же гонять тем более недавно был как раз марафон и я думаю что очень многие рисовали или будут рисовать эту башенку я не поняла уже был нарисовали вы ее или нет разбирали я говорю о башне на улице большой зеленина тоже нас питере которую таня алидель увидела у меня в профиле и как и по ее собственным словам дальше все в тумане это было где-то там в два часа ночи она собиралась спать увидела башню и все и все пошло прахом так вот поэтому мы сейчас рисуем с вами вот эту башенку будь она трижды счастлива мой как же ребята не лов ой неловко не нелегкая то эта работа то ну что же я такое взяла что-то непосильное давайте попробуем сейчас я попробую как-то быстренько это все дело так я рисую сейчас прокомментируем линером от виндера ньютон сейчас объясню почему это наверное самый длинный вот такой визуально вытянутый кончик потому что оказывается это очень удобно когда ты полностью вот видишь вот это пространство линера ну и рисуя 01 то есть тоненьким чтобы он как-то был самым таким деликатным что ли так тут какая-то более сложная линия но я ее сделала менее сложные есть тоже наверное сделаем темешечку вот это конечно не нравится на какой-то совсем тут получилось так здесь мы нарисовали эту линию на здесь тоже и нарисуем здесь я все-таки сглажу немножко вот эту свою здесь пистончики не забудем так здесь мы потом разберемся с этим декором здесь все-таки сейчас нарисуем наверное этих ребят здесь у нас их раз два три четыре пять шесть штук значит вот у нас центр добыл где где-то мы начинаем значит раз два три с одной стороны и раз два три с другой вот они чудесно у нас поместились какая-то тут глубина господи какое непростое окошечко мы еще и с углом его рисуем у ребят простите что действительно столько детали выбрала на самом деле по-хорошему я должна была бы показать как их избежать даже вот выберяя такой сюжет но что-то видите какой-то все-таки большой формат для меня это такой достаточно крупный формат он получается как-то не дал от себя убежать это кстати один из таких наверное важных одно из важных умений скетчера действительно абстрагироваться от кучи деталей какого-то визуального шума и брать только самое важное я еще стадии постижения этого джена ребят вот эти линии нарисуем от этих листов жести да не забываем что они идут параллельно вот этому скосу здесь что-то как-то найдет как-то найдет вот так как ну как то так трубень линер это гелевая ручка нет линер это линер но можно использовать гелевую ручку линер это по моему нет линер это не гелевая ручка ну так если так сказать за чистоту какой-то не то что терминологии до сути нет это не одно и то же но по сути она взаимозаменяема потому что ну потому что кому как удобнее я могу сказать что я и гелевыми ручками рисовала и иногда рисую это реально вот найти я все-таки там частенько меняю что-то своих материалах то что для меня в какой-то момент кажется идеальным потом почему-то становится крайне неудобным отчасти бумага где-то диктует и там фактура и и гелевые ручки у меня были и просто шариковые даже ручки я насмотрелась на аксинь и полому она очень лихо рисует именно шариковыми ручками и это прямо заражает вот и у меня были ну типа гелевых наверное ручек юни пин и остались и мне казалось лучше их ничего нет а потом какой-то момент вот все равно я вернулась к линером любимые мои наверное да не наверное точно у меня два основных вида это микрон сакура пигма микрон и вот вензор и ньютон ну потому что в целом они не ну во первых первое главное что должны быть они должны быть неразмываемой для меня главное вот божечки как же разобраться с этой вещью так короче вот так вот она идет ребята так идет это плоскость окна как-то так вот в общем главное чтобы линер был неразмываемый ну и их как-то он хорошо шел по бумаге и в этом плане как раз саку сакура и виндер справляются со своей задачей но виндер и мне шкури очень нравится что я вижу ну как бы контролирую край так здесь у нас почти прямая помним что мы там договорились господи я сейчас вижу как я так просто но и наметим вот эти линии почему я их делаю, не только даже потому, что этот декор, конечно, можно оставить и на ой ой, ой, ой ложечки вообще я сейчас понимаю, как я набрала с пропорциями я все растянула вот так, широкоформатно ой, кошмар кошмар так, ребят, вы тут ааа, вы тут интересно, что у меня не сохранился, что ли ааа